Неожиданный резонанс вызвала абсолютно рутинная процедура по перерегистрации одной из предвыборных организаций Байдена. В ней поменялся главный финансист, в связи с чем, по американским законам, ее пришлось заново регистрировать в Федеральном избиркоме США. Однако это было воспринято чуть ли не как официальное подтверждение того, что Байден точно пойдет на выборы 2024 года. В реальности, ответ на вопрос, будет ли Байден выдвигаться на второй срок, мы получим не раньше лета 2023. К этому моменту во все будет идти подготовка к праймерис. Демпартии нужна будет ясность с кандидатами, кому предстоит участвовать в теледебатах, а затем регистрироваться на праймерис в каждом конкретном штате. Сейчас Байден продолжает утверждать, что он примет участие в следующих выборах. Ему приходится так говорить, чтобы окончательно не превратиться в хромую утку. Однако против него играет фактор возраста. К выборам Байдена будет 82 года, а к исходу второго срока, если он победит, все 86. К этому времени он уже точно не будет ничего соображать. В принципе, он уже ничего не соображает. Поэтому в стане Демпартии все больше разговоров идет о возможном тандеме губернатора Калифорнии Говена Ньюсома, племянничка Нэнси Пелоси и вице-президента Харрис. Одна Харрис, очевидно, не справится. Рейтинги у нее еще ниже, чем у Байдена. И политик из нее откровенно никакой. У республиканцев же абсолютным лидером остается Трамп. Он еще упрочил свои позиции после обысков Маралага. Если же демократы постараются его в следующем году закрыть, то республиканский электорат сплотится вокруг Рона де Сантоса, который пообещает в случае победы помиловать Трампа и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова